Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Рада приветствовать вас у себя в гостях. Вы на канале 5 соток и меня зовут Ирина. Сегодня хочу с вами поделиться открытием своего сезона 2024. Это фасоль Блюхильда. Те, кто давно на моем канале и смотрели весеннее видео, видели, как я рассказывала о том, что купила семена фасоли Блюхильда именно с декоративной целью. То есть нынче она у меня вьется просто по арке для парника. Обычно вот эта зеленая арка здесь у меня поставлена. Она всего одна. И вся фасоль вьется по этой арке. Я хотела проверить, насколько плотным будет покров и можно ли будет эту фасоль на будущий год посадить к большой высокой арке и насколько это будет красиво и декоративно. На самом деле, мне очень понравилась эта фасоль. У нее вот такие красивые декоративные ярко-розовые цветочки. Листва тоже очень симпатичные. Она с таким красноватым или даже бордовым оттенком. Или даже, наверное, фиолетовым. Ближе к фиолетовым. Это да, в комментариях. Напишите, кто считает, кто как считает. Это вообще какой цвет фасоли. Вот, кроме того, что она очень декоративна, видите, такой прям пышный набитый куст она образует. Эта фасоль еще и съедобная. То есть вот эти вот стручки я вчера срывала. Вот, и сегодня я их помыла, порезала и отправила в заморозку. Кто есть у меня в телеграм-канале, они уже это видели, как я вчера собирала урожай. Вот, и там как раз у меня в корзине лежит вот эта вот фасоль Блюхильда. Возможно, у кого-то возникли вопросы, что это у меня за фасоль лежит. Она достаточно урожайная. У меня здесь посажен всего лишь один пакетик. То есть тут буквально вот на грядке она занимает, наверное, полметра. Тут всего три рядочка фасоли. Садила прямо в грунт весной, в мае. Она у меня очень быстро взошла. Вот, и на пакете указано, что плодоносить она начинает... Ну, то есть техническая спелость вот этих фасолин, она наступает через 70 дней после всходов. Вот, ну, действительно, примерно так и получилось. То есть где-то через два месяца, да, июнь-июль у нас прошел. Сегодня у нас 11 августа. Вот, и фасоль достигла технической спелости. Естественно, есть еще маленькие фасольки, которые еще будут развиваться и будут позже пригодны для еды. Но это хорошо, потому что можно как бы сейчас чем-то полакомиться и позже тоже употребить в пищу, ну, либо отправить в заморозку эту фасоль. В общем, я эту фасоль рекомендую. Она очень проста в посеве, то есть сеем прямо в грунт ее сажаем. Затем просто полив, ну, даже я бы не сказала, что я ее сильно часто поливала. То есть больше дождь эту фасоль поливал, чем я. Вот, к поливу тоже она не требовательна, никаких абсолютно подкормок я не производила. Вот, и достаточно хороший у нее урожай. Видите, вот она вся прямо увешана здесь фасолью. То есть вот эту фасоль тоже уже можно снимать. Она уже такая, видите, толстенькая и очень длинный стручок. Ну, вот этот стручок, наверное, сантиметров 25-30 в длину. Вот, и здесь вот если посмотреть, то под листьями очень много фасоли. То есть она очень даже урожайная. Вот такой небольшой от меня отзыв. Надеюсь, это видео вам было полезным. Попробуйте тоже посадить такую фасоль. Она удобна тем, что можно ее использовать и как декоративное растение, и как овощную культуру. Да, кстати, не забывайте подписываться на мой Дзен канал, так как Ютуб тормозит. И, возможно, его скоро закроют. Чтобы нам с вами не потеряться, лучше подписаться на мой канал в Дзен. Там он называется Ирина Пять Соток. Ну, а ссылочка на канал будет, как обычно, в описании к этому видео. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание и пока-пока!